И завершающая часть цикла о сравнении полипропиленовых фитингов. Сегодня я расскажу о шаровых кранах из полипропилена. Меня зовут Евгений и вы на канале Build Your Life. Поддерживайте мою работу лайками, комментариями, репостами, а также подпиской на мой канал. Шаровые краны являются одним из важных элементов в системе полипропиленовых труб и фитингов. Так как для соединения шаровых кранов с трубами необходимо провести процесс политиффузионной сварки. И их дальнейшее отсоединение от трубопроводов невозможно. Именно поэтому качество полипропиленовых шаровых кранов очень важно. В сравнении будут участвовать 10 брендов. Продолжение следует... Сравнение будет проходить по 5 основным категориям. Это паспортные данные, конструкция, весовые характеристики, толщины стенок и внешний дизайн. Первая категория – паспортные данные. Здесь я сделаю акцент на трех показателях температуре, давлении и размере гарантии. Температура. Здесь выделяется кран FADA. Согласно технической документации этого бренда, максимальное значение составляет 120 градусов. Для четырех кранов PipeLife, Thermo Alliance, Reiger и ASG Plast максимальная температура составляет 95 градусов. Для остальных брендов – 90 градусов. По давлению бренды разделились на два лагеря. Размер гарантий поделил все образцы на четыре группы. Кран SG Plast обладает 15-летней гарантией. Теба – 7-летний. На краны FADA дается 5 лет гарантии. Показ информации нет. Все остальные – 10 лет. Далее рассмотрим варианты конструкции шаровых кранов из полипропилена. Но сперва поговорим о проблемах. У многих людей есть некоторая опаска относительно шаровых кранов из полипропилена. Все из-за вероятности утечки воды из-под штока. Да, такое случается. И на то есть несколько причин. И первая причина связана с конструкцией и стандартной технологией производства таких кранов. Латунный шар со штоком и сидельными кольцами из тефлона помещается в пластиковую обойму. На шток заранее устанавливаются эластомерные уплотнительные кольца. Их может быть 2 или 3. Затем пресс-форма подается под высоким давлением расплавленный полипропилен, формирующий корпус крана. Именно в этот момент высокая температура и давление расплавленного полипропилена может деформировать обойму. И уже во время эксплуатации при воздействии рабочей среды зазоры между обоймой и штоком могут сильно увеличиться. До такой степени, что уплотнительные кольца уже не смогут обеспечить герметичность и возникает протечка. Любое минимальное нарушение режима формирования корпуса может привести к протечке. Превышение температуры расплава может привести к полному расплавлению обоймы, что вызовет неработоспособность готового изделия. Если температура расплава будет меньше расчетной, то герметичность между корпусом и обоймой будет минимальной, что также может привести к протечке. Второй причиной потери герметичности полипропиленового крана есть разница коэффициентов линейного удлинения полипропилена и латуни. Когда ППР-кран устанавливается в систему отопления или горячего водоснабжения, это приводит к следующим последствиям. Обоймой корпус увеличивается в размерах, а также латунный шар и шток. Однако степень их расширения совершенно разная. Это ведет к образованию зазора между деталями, в результате чего может образоваться течь. И третьей причиной есть мягкость полипропилена, причасток в процессах открывания и закрывания шарового крана. Эти движения расшатывают шток и появляется люфт между горловиной корпуса и штоком. И также возможно образование зазора. И это также может привести к утечке воды. Поэтому многие производители задались вопросом по укреплению конструкции шарового крана. Самая простая конструкция это когда затворный элемент, то есть шар, сидельные кольца и шток, размещается в полимерной обойме. А затем заливается полипропиленом. Есть несколько вариаций этого дизайна. Первое, это когда все уплотнительные кольца размещаются в обойме. Такой дизайн актуален для шести брендов. Если кольца находятся в обойме, они меньше подвергаются действию расплавленного полипропилена при производстве. Из этой группы немного выделяется кран-экопластик. Так как у него обойма длится по всему штоку, а не заканчивается только на уплотнительных кольцах. И это также плюс, так как в таком варианте шток меньше подвержен люфту. Второй вариант, это кран с тремя уплотнительными кольцами. По сути это первый вариант, плюс дополнительное кольцо на штоке, которое не находится в обойме. Второй вариант немного лучше первого. Такой дизайн актуален для трех брендов. FAD, TERM, ALLIANCE и TEBA. Третий вариант актуален для одного крана от компании PipeLife. Здесь шток и уплотнительные кольца не находятся в обойме. И это наименее привлекательный вариант с трех перечисленных. Кроме этого, есть еще и другие варианты. Вариант 4 отличается тем, что шток находится в латунной обойме. А в варианте 5 шток, сидельные кольца и шар находятся в латунной обойме. В этих двух вариантах вероятность образования люфта уменьшается в разы. А кто-то вообще старается уйти полностью от стандартной конструкции. Например, немецкая компания Aquaterm предлагает вот такое решение. По сути, в основе конструкции есть латунный шар-вый затвор, шток, латунная центральная часть корпуса и сидельные кольца, которые зараживаются MRN. Решение интересное, но достаточно материалоемкое и дорогое. Итого, что мы имеем после двух туров сравнения? На первом месте кран FADA, на втором месте TAB. Весовые характеристики. Здесь все по стандарту. Наиболее тяжелый кран у SPK. И по традиции, образцы, у которых сильно отличается реальный вес от паспортного, получают минус баллы. На этот раз это кран на Экопластик, Термальянс, АСГ-Пласт и КАС. Толщины стенок. Здесь важными параметрами есть в первую очередь толщины стенок не корпуса, а обоймы. Особенно в месте штока, где размещаются уплотнительные кольца. Чем толще там будет обойма, тем менее подвержены будут кольца температурным деформациям процесса лития корпуса при производстве. Наибольшая толщина стенки в этом месте у Blue Ocean и SPK. Кроме этого, краны PayPlife и ESG-Plast получают по минус 0,5 балла за полости в корпусе. И последняя категория сравнения – внешний дизайн. Здесь приветствуется наличие заглушек различного цвета, красного и синего в комплекте с краном. Также плюсом есть наличие направляющих монтажа на корпусе, а также наличие информации о размере и давлении. Итак, смотрим, что у нас в итоге получилось. Получилась уникальная ситуация, когда три первых места заняли краны с одинаковым количеством баллов. Победителями этого рейтинга стали SPK, Blue Ocean и FAD. От них недалеко отстал кран Tebo, затем идут Thermo Alliance, Eco Plastic, Reiger, PayPlife и ESG-Plast. Замыкает рейтинг кран КАС. На этом все. Надеюсь, что цикл видео по сравнению полипропиленовых фитингов вам понравился. Кстати, на моем канале скоро выйдет еще одно бонусное видео по этой теме, так что следите за обновлениями. Подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. Всем спасибо и до новых встреч.